Всем привет! Вы на канале Squadboard Shop, меня зовут Дима, и сегодня я вам расскажу, как выбрать подвески для своего скейтборда. В комментариях к нашим видео вы часто просите сделать обзор на разные виды подвесок, на фирмы, на бренды, поэтому сегодня я решил собрать все, что есть в нашем скейтшопе и рассказать вам о том, как выбрать себе подвески. На самом деле я давно заметил, что новички часто обсуждают доски, колеса, даже подшипники, даже наждак с разным дизайном, но подвескам уделяется намного меньше внимания, и когда ты в скейтпарке берешь у новичка доску, чтобы попробовать на ней прокатиться, и понять, например, когда он тебя спрашивает, почему у меня не получается тот или иной трюк, то у него доска просто вообще не поворачивает, она едет прямо, ты отклоняешься немного на пятках или на носках и просто сваливаешься с доски, потому что скейт едет просто прямо. И частая ошибка многих новичков в том, что они не понимают, что подвески должны хорошо поворачивать. Подвески для скейта это не просто связующее звено между доской и колесами, это тот инструмент, который позволяет вам объезжать препятствия, контролировать доску и делать все крутые трюки, о которых вы только могли мечтать. Итак, начать это видео я хотел бы с подвесок для новичков Tensor Alloys. В чем прикол этих подвесок? Они стоят по косарю за одну штуку, то есть получается комплект подвесок за две тысячи. Это вариант для тех, у кого небольшой бюджет, но подвески, которые стоят у него сейчас на скейте, не поворачивают, или они уже старые, стертые. Это на самом деле очень крутые подвески за свою цену. Они отличаются от более дорогих своих собратьев сплавом своих материалов, но практически не уступают в поворотливости, в качестве скольжения. Вообще, в целом, это просто чуть-чуть удешевленные материалы. К слову, недавно я был в магазине на Таганке, и мы собирали одному парню комплект как раз на таких подвесках. Я взял у него просто проехаться, и они реально классно поворачивают. И если бы у меня, например, на подвеске был бюджет не более двух тысяч, я бы выбрал себе вот именно их. То есть, если вы новичок, то ничего лучше вот таких грузовиков за Касари, за штуку, вы точно не найдете. Никакие китайские подвески не дадут такого же ощущения, как Тенсор Алойс. Они будут круто поворачивать, хорошо скользить, и на самом деле прослужат вам довольно долго. И раз уж я заговорил о Тенсорах, я не могу не упомянуть Тенсор Маглайты. Это их гордость, наверное, вершина всей линейки Тенсор, потому что это самые легкие подвески на рынке. Я хотел сделать какой-то топ, но на самом деле у каждых подвесок есть свои какие-то нюансы. Поэтому я, наверное, буду просто идти вот так вот по брендам. На мой взгляд, легкость подвесок – это не самый важный параметр. Но, например, если вы ребенок или девочка, или просто любите все очень легкое, чтобы часто, может быть, это все таскаете в руках, хотя какой в этом смысл, на этом все надо кататься, то, в общем, если вы любите все легкое, то это самый топовый выбор для вас. Тенсор заявляет, что эти подвески на целых 30% легче всех остальных подвесок на рынке. Это достигается, во-первых, определенным сплавом металла, и у этих подвесок hollow, так называемый kingpin и ось, что значит, что они просверлены насквозь, что понижает тоже их вес. Также производитель заявляет, что сплав этого металла позволяет вам скользить вообще по любым поверхностям, даже не натертым граням. И это на самом деле так, они скользят лучше, но на самом деле в этом мало смысла, потому что они очень быстро стачиваются, если скользить по ненатертой грани, то они у вас за сезон сотрутся до оси, это 100%. Но если кататься по натертым граням, то они прослушат вам довольно долго, и будут радовать вас не один сезон. Я вот, например, подарил такие маглайты своей подруге, потому что для девочки, мне кажется, это вообще идеальный вариант. Я считаю, что для меня вес подвесок не так критичен. Даже наоборот, я бы сказал, что мне не очень нравятся слишком легкие подвески, я люблю более что-то среднее. А вот эти тенсоры – топовый выбор для тех, кто хочет себе самые легкие подвески. Дальше я хотел бы рассказать вам о таких подвесках, как Crax. Crax – это короли, наверное, 2000-х, потому что когда в 2000-х мы катались на скейте, очень много людей каталось на Crax. Тогда нам было вообще пофиг на то, как поворачивают подвески. Они были довольно легкие, мы были детьми, это нам очень нравилось, то, что у них такой всегда прикольный дизайн. Есть вот здесь такое отверстие, тоже для того, чтобы их облегчить. Это новая модель К5, она лучше поворачивает, чем К4, потому что к Crax всегда были претензии, и то, что они не очень хорошо поворачивают. Вот в этих подвесках они все исправили. Эти грузовики на самом деле отличаются тоже разнообразными дизайнами, довольно хорошим качеством – это NHS. NHS у нас также делает Santa Cruz, Creature, Slime Balls, и Crax как раз-таки тоже относятся к этой группе компаний. В новой модели К5 Crax на самом деле изменили практически все, что могли изменить. Они изменили базу, усилили хэнгер, изменили бушинги, пайват кэпы, что сделало эту подвеску более вертлявой, более поворотливой, более прочной. И Crax заявляют, что это вершина их технологий, что они очень этим довольны. Я не тестировал новые подвески Crax, но я катался на старых, и на самом деле даже тогда я не замечал какого-то дискомфорта при повороте, но сейчас, говорят, все стало еще лучше. Crax примечательны тем, что они часто коллабятся со всякими крутыми штуками, выпускают дизайны в стиле спанчбоба, делают всякие розовые подвески. И если вы не особо заморачиваетесь, и вам нужны какие-то просто хорошие подвески, не претендующие на самые топовые грузовики вообще в этом мире, но, например, вам хочется какой-то необычный дизайн, то можете взять Crax, и вы точно не разочаруетесь. Далее у нас идет темная лошадка, это грузовики Rukus. Очень сложно было найти по ним какую-то информацию, потому что я сам никогда не катался на этих подвесках. Это подвески из семейства Time Yetta, это Foundation, Toy Machine, Pig Wheels. Очень сложно было на них найти какую-то информацию, потому что, в принципе, я так понимаю, это просто хорошие середнячки по довольно адекватному прайсу, по 2000 за штуку. Если вы, опять же, как в ситуации с Crax, не стремитесь за какими-то самыми легкими, или самыми прочными, или самыми поворотливыми подвесками в мире, то Rukus'ы будут хорошими середнячками за свою цену. Потихоньку подбираемся к топам этого видео. У меня в руках подвески Venture V-Holo. Это суперкрутые траки. У них полая ось, полый кинг-пин. Они легкие, у них кованая база. Они очень круто поворачивают. У них просто здоровенный хэнгер. Его хватит на несколько сезонов. И особенно круто, если вы любите низкие подвески и сможете найти Venture Low, то это, наверное, самые топовые низкие подвески для тех людей, которые любят маленькие колеса, техничные трюки. Лучше, чем Venture Low, вы найти, наверное, не сможете на рынке. Подвески Venture вообще ни в чем не будут уступать топам этого видео, про которые я расскажу чуть позже. И очень будут круто поворачивать, очень долго будут держаться. У них, как я уже сказал, хэнгер просто такой толщины, что он будет стираться уж несколько лет точно. И если вы сидите и думаете, стоит ли мне купить подвески Venture или нет, я вам скажу точно стоит. Это крутые подвески. Я сам катался на таких, правда, не на этой модели. Это было довольно давно. Но эти подвески Venture уже не первый год на рынке. И они делают реально крутые вещи. Ну вот мы и добрались до топ-3 грузовиков этого видео. Начать бы я хотел с подвесок Thunder. Скажу честно, я на них не катался. И мне всегда было интересно, почему их так ценят. И я проспрашивал своих друзей, посмотрел много видео по этому поводу. И все мои друзья, которые катались на траках Thunder, рассказали, что это просто мерседес в мире скейтбординга, в мире подвесок, потому что они идеально сбалансированы. Они прочные, легкие, очень круто поворачивают так, как вам надо. Ни миллиметра влево, ни миллиметра вправо. Вы все контролируете. У них hollow clean pin, и многие люди говорят, что они даже лучше, чем independent. Но так как я сам не катался на этих подвесках, я не могу им отдать топ-1, но я верю всем своим друзьям и отзывам в интернете, что это реально крутые подвески, что если independent это BMW, то Thunder это Mercedes. И очень сложно бывает выбрать между BMW и Mercedes. В мире подвесок все так же. Они ничем не уступают, по-своему хороши. Эти подвески ведут себя, возможно, даже лучше, чем independent. Они лучше контролятся, но, возможно, чуть-чуть уступают им по прочности. Так что лично я поставил бы их в своем топе на третье место. Ну а теперь подвески, которые просто перевернули мое представление о скейтбординге. Это подвески Ace Trax. Официально могу сказать, что Ace Trax поворачивает лучше любых подвесок в мире. И когда мне все говорили, попробуй Ace, попробуй Ace, я думал, блин, я люблю independent. Это реально крутые подвески, которые меня всем устраивают. Но ради прикола взял себе пару AF1, и я просто офигел. Эти подвески поворачивают так, что сложно себе представить, как так могут поворачивать подвески. На них можно сделать круг вокруг себя, просто даже не прилагая усилий. Причем они не будут супер сильно раскручены. Это будет просто стандартная затяжка с завода. Можно с ними вообще ничего не делать, просто прикрутить их к скейту, и они будут поворачивать просто как змейка. Кстати, хотел бы заметить, что подвески Ace также очень круто подойдут для круизеров, рыбок, всяких скейтов, чтобы просто кататься, как раз-таки за счет своей вот этой вот крутой поворотливости. Но, скорее всего, не подойдут людям, которые любят более затянутые подвески. И я очень долго думал, что поставлю их на первое место, но решил, что все-таки королей они сместить не смогут. К слову, Ace делают те же люди, что работали в компании Independent, и они узнают, как делать крутые подвески. И также, если вы любите кататься в радиусах, то лучше подвесок, чем Ace, вы, наверное, найти не сможете. Хочется сказать еще, что они сделаны из какого-то супер крутого сплава. Сами Ace заявляют, что это самый прочный алюминий, который они только смогли сделать. И у них оси сделаны из легированной стали, которую просто невозможно согнуть. Также у Ace есть офигенная тема. Это гайка с резборезом. Она идет в комплекте. И я думаю, многие сталкивались с проблемой, когда ось на подвеске стирается таким образом, что очень сложно снять оттуда гайку. И вам в этом случае очень сильно поможет эта гайка с резборезом. Ну, а самые крутые грузовики для скейта, я считаю, это, конечно, Independent. Independent, ребята, это просто топ из топа. Это самые лучшие подвески, которые у меня когда-либо были. Они, возможно, поворачивают чутка меньше, чем Ace. Это особенно чувствуется, когда ты покатался на Ace и пересаживаешься обратно на Indy, думаешь, блин, что-то не так. Но они очень круто сбалансированы. Они все равно очень круто поворачивают. Это, наверное, самые прочные подвески, которые только существуют на рынке. И, опять же, да, если мы затрагиваем вопрос легкости, то вот у меня комплект с самыми обычными, никакими ни Hollow, ни Titanium, Indy, еще и 215-ми, это самый гигантский, который у них только есть. Доска десятка, 58-е колеса. И все равно, на мой взгляд, я не считаю, что это супертяжелый комплект. Да, он, конечно, какой-то не облегченный, но это никакая не проблема, если вы катаетесь, если вы делаете трюки. И я вообще суперспокойно делаю любые трюки на этом комплекте. И просто катаюсь, и флипую, и вообще не чувствую, что он какой-то супертяжелый. Хотя это реально огромные подвески и здоровенная доска. У Indy существует несколько моделей. Это вот такие самые обычные грузовики. Они, как известно, сейчас делаются в Китае. Многие спрашивают, изменилось ли как-то, сказалось ли это как-то на их качестве. На самом деле, были такие моменты, что как будто первые партии были не самые, не самого лучшего качества. Могли рассыпаться певеткэпы, могли гнуться оси, но это все, чтобы вы понимали гарантийные случаи. То есть, если вы себе взяли подвески, прыгнули со ступенек, у вас прогнулась там ось, или что-то с ними случилось, то вы вообще вполне спокойно по гарантии можете их поменять, потому что такого быть не должно. Но сейчас производство у них более-менее наладилось, и стало все намного лучше. И очень сложно отличить сейчас американские индики от китайских. Также у Independent есть облегченная версия с холлоу осью и холлоу кинг пином. Они слегка полегче. Они выпускаются до 169. Любителям более-менее облегченных подвесок тоже очень круто подойдут, также очень круто поворачивают. Но они отличаются от обычных только своим весом. И по прочности они также не уступают обычным индикам. Еще у Инди есть суперкрутые траки Инди Титаниум. Они у меня вот тут накручены на эту доску. Многие ошибочно думают, что они полностью из Титана. На самом деле у них Титановый только хэнгер. И у них также полый кинг пин, холлоу так называемый. И примечательно, что у этих траков кованая база, и она довольно тонкая. То есть, если вы любитель кататься без рейзеров, то на эти траки придется поставить рейзеры, потому что колеса будут вилбатить, будут цеплять доску. И я вот этого не знал. Я думал, что это не так значительно, но на самом деле она так раза в два, наверное, точно тоньше. Так что же мы имеем в итоге? Если у вас малый бюджет, вы новичок, но хотите кататься на хороших траках, берете себе Тенсор Аллой. Это будет лучший выбор для вас. Еще раз повторяюсь, это очень крутые траки с слегка упрощенным сплавом, но никак не уступающий своим старшим собратьям. Если вы особо сильно не заморачиваетесь, залетели в скейт-шоп, увидели там такие подвески, как Rukus, или, может быть, например, вы супер фанат Time Yetta, любите Foundation и Pig Wheels, и также Toy Machine, и такие, так, я ни разу не видел Rukus. Рукусы классные подвески. Для тех, кто просто видит их первый раз, можете брать. Они стоят, в принципе, как средние подвески этого уровня. И, на самом деле, для тех, опять же, повторюсь, кто не заморачивается, залетел в скейт-шоп, о, что такое Rukus, это не Китай, не, не Китай. Берете, катаетесь, кайфуете. Сюда же я бы хотел отнести, наверное, краксы, но уже для тех, кто более-менее позамороченный, кому нравятся какие-то дизайны, кто хочет какие-то уже более именитые подвески. Кракс на рынке уже 100 тысяч лет. И в этой новой модели, К5, они, как я уже говорил, все доработали. Это теперь поворачивает лучше, ходит дольше, стирается меньше. И подойдет тем, кто также не заморачивается, потому что выбрать себе самое лучшее. Просто ему, например, понравился дизайн. И можно спокойно брать кракс. Если вы уже более опытный райдер, сидите в интернете, выбирайте, какие вам там выбрать траки, наткнулись на венчур, думаете, брать, не брать. Венчур брать можно спокойно. Это уже подвески high-end класса. Это суперкрутые траки. Доработанные. У них постоянно выходят новые модели. У них суперкрутая команда. На них катаются крутые профессионалы. Особенно, если вы любите низкие подвески, можете поискать венчур low. Лучше, чем венчур low, из низких траков вы вообще не найдете. Они суперкруто сбалансированы. Но также high, вот я сейчас держу их в руках. Это, правда, самые легкие, но их вес вообще не чувствуется у меня в руках. И если вы сидели, смотрели обзоры, сомневались, то эти траки будут очень крутым выбором для вас. Tensor Maglite. Для тех, кто ищет самые легкие траки и хочет скользить по ненатертым граням, хотя, повторюсь, это не имеет никакого смысла, ну, мало ли, у вас есть такое желание, то Tensor Maglite будет очень крутым выбором для вас. Они, кстати, есть тоже. У них очень много дизайнов. И красные, и черные, и разноцветные. И, опять же, да, если вы ищете самые легкие подвески на рынке, вы вообще просто закрываете это видео, идете с кетчоп, покупаете Maglite. Легче Maglite в подвесах просто не существует. Ну, а дальше, если вы привыкли ко всему самому лучшему, готовы потратить нормально бабок на низы, то берете себе Thundere. Это вообще не уступающие independent практически ни в чем подвески, а в чем-то даже их превосходящие. Я уже, как ранее упоминал, они по своим характеристикам, по многим отзывам, многие люди говорят, что они даже превосходят independent, кроме одного, кроме прочности. Но если вы не супер уничтожитель подвесок, как я, например, мне подвесок хватает на довольно длительное время, и я особо не парюсь насчет того, чтобы они были супер прочные, только если, конечно, они просто под тобой не ломаются. Эти подвески точно не сломаются под вами. Смело берите себе Thundere. Это не просто так считается одним из лучших подвесок на рынке. Они уже зарекомендовали себя годами. И если вы, например, уже катаетесь на Индии, но хотите попробовать что-то новое, то Thundere это будет просто идеальный выбор для вас. Ну, а если вы любитель супер крутых поворотов, то у вас только один выбор. Это подвески Ace. Лучше вы ничего не найдете. Если вы любите кататься в радиусах, если вы собираете себе рыбу, круизер, хотите просто кататься, любите заходить в повороты, катаетесь в радиусах, то Ace это настолько крутые подвески, что вы даже себе не представляете. Просто попробуйте их. Я вам это не зря говорю. Вы просто напишите мне в комментарии, чувак, ты реально был прав. Они поворачивают просто божественно. Но если вы хотите быть обладателем самых крутых подвесок в мире, то это, конечно же, Independent. Independent это, ну, тут все понятно. Даже я уже все рассказал. Вы можете взять подешевле обычной Индики. Вообще не прогадайте. Если у вас много денег, вы можете взять Титаниумы. Они будут легкие, они будут еще прочнее. Они будут так же круто поворачивать и держать. Можете взять Hollow, что нравится как раз таки в Independent, что можно выбрать себе под бюджет что-то свое. Если у вас не супер большой бюджет, берите себе самые обычные Индики. Они не будут супер тяжелыми, они будут довольно адекватно весить. Я думаю, ну, в любом случае, вы можете прийти в магазин, подержать их в руках. Если хотите что-то более легкое, выбирайте Hollow. Если хотите просто самый верх, отвалить котлету на кассе, то берите Титаниумы и будьте всем говорить, что чувак, ты на чем катаешься вообще? У меня тут Инди Титаниум. Ну вот как-то так. Получилось, как получилось. Я, конечно, мог бы вам рассказывать про высоту в миллиметрах, ширину в дюймах, использовать супер крутые какие-то термины, сплавов. Но моей целью было просто сделать такой быстрый гайд по тому, какие подвески кому больше подойдут, какие подойдут больше новичкам, какие подойдут тем, кто хочет самые легкие подвески, самые вертлявые, самые надежные, просто очень крутые траки. Так что, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я был рад стараться для вас. Надеюсь, я был вам полезен. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши следующие выпуски, катайтесь на скейте и не забывайте, что подвески это супер важная деталь вашего скейта. Всем пока, увидимся на споте.